Здравствуйте, друзья. Приветствую вас на канале English for Everyone. Мы продолжаем серию уроков, посвященных навыкам разговорной речи. Сегодня я расскажу вам, как сделать комплимент кому-либо, как поздравить с праздником, какие фразы лучше использовать, чтобы начать разговор и что сказать в ответ на благодарность. Давайте начнем с благодарности. Наиболее распространенными фразами, служащими для выражения благодарности, является очень вам благодарен. Попробуйте повторить со мной. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Благодарю вас. Спасибо. Thank you. Thank you. Thank you. Спасибо. Thanks. 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 Большое спасибо. Many thanks. Many thanks. Many thanks. Большое спасибо. Thanks a lot. Thanks a lot. Ответы на слова благодарности могут быть такими. Например, Пожалуйста. You are welcome. Всегда к вашим услугам. You are always welcome. You are welcome. You are always welcome. You are always welcome. Пожалуйста. Welcome. 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 Например, кто-то благодарит вас за помощь. Thank you for your help. И вы отвечаете. Пожалуйста. Всегда к вашим услугам. You are always welcome. You are always welcome. Давайте повторим еще раз. Thank you for your help. Спасибо за помощь. You are always welcome. Всегда к вашим услугам. Также при ответе на благодарность можно использовать фразу Not at all. Не стоит. Пожалуйста. Not at all. Not at all. Например, вас благодарят за гостеприимство. Thank you very much for your hospitality. Слово hospitality означает гостеприимство. Hospitality. Thank you very much for your hospitality. И вы отвечаете. Not at all. Не стоит. Пожалуйста. Давайте повторим еще раз. Thank you very much for your hospitality. Большое спасибо за гостеприимство. Not at all. Не стоит. Пожалуйста. Thank you very much for your hospitality. Not at all. Фраза don't mention it означает не стоит. Don't mention it. Don't mention it. Don't mention it. Например, вас благодарят за то, что вы пришли по приглашению в гости или на какое-то мероприятие. It's very nice of you to come. Thank you. Хорошо, что вы пришли. Спасибо. И вы отвечаете. Don't mention it. Давайте повторим еще раз. It's very nice of you to come. Thank you. Хорошо, что вы пришли. Спасибо. Don't mention it. Не стоит. It's very nice of you to come. Thank you. Don't mention it. Для ответа на благодарности в подобных случаях вы также можете использовать фразы. That's nothing. Пустяки. That's nothing. That's nothing. That's nothing. That's all right. Ничего, ничего. Пожалуйста. That's all right. That's all right. That's all right. Или просто можно сказать. All right. Ничего, ничего. Пожалуйста. All right. All right. Довольно часто бывают такие ситуации, когда в ответ на благодарность вам тоже хочется поблагодарить собеседника. Например, на фразу «Спасибо вам за приятный вечер» вы отвечаете «Это мы вас должны благодарить». Давайте научимся это говорить по-английски. Итак, спасибо вам за приятный вечер. Thank you for a pleasant evening. Это мы вас должны благодарить. The pleasure was all ours. Давайте повторим еще раз. Спасибо вам за приятный вечер. Thank you for a pleasant evening. Это мы должны вас благодарить. The pleasure was all ours. Thank you for a pleasant evening. The pleasure was all ours. Или на фразу «Спасибо за прекрасный вечер. Я наслаждался каждой минутой». Можно ответить. Мне тоже было очень приятно. Давайте посмотрим, как это будет звучать по-английски. Спасибо за прекрасный вечер. Я наслаждался каждой минутой. Thank you for a lovely evening. I enjoyed every minute of it. Мне тоже было очень приятно. Oh, the pleasure was all mine. Послушайте еще раз. Спасибо за прекрасный вечер. Я наслаждался каждой минутой. Thank you for a lovely evening. I enjoyed every minute of it. Мне тоже было очень приятно. Oh, the pleasure was all mine. Thank you for a lovely evening. I enjoyed every minute of it. Oh, the pleasure was all mine. Бывают случаи, когда мы используем благодарность, когда отказываемся от чего-то при помощи выражения «Нет, благодарю вас». Нет, спасибо. Когда вы от чего-то отказываетесь, благодарность нужно произносить с повышающей интонацией. «No, thank you». «Нет, благодарю вас». Спасибо. Послушайте еще раз. «No, thank you». «No, thank you». «No, thank you». В процессе общения очень часто возникает необходимость чем-то восхититься или сделать комплимент. Мы делаем это и по-русски, используя фразы «Вы хорошо выглядите», или «У вас прекрасный дом», или «У вас потрясающее платье» и другие. В процессе общения очень часто возникает необходимость чем-то восхититься или сделать комплимент. Мы делаем это и по-русски, используя фразы «Вы хорошо выглядите», или «У вас прекрасный дом», или «У вас потрясающее платье» и другие. По-английски тоже можно сказать комплимент или выразить восхищение. Для этого используются следующие фразы. «Вы прекрасно выглядите». Конечно, на такой комплимент стоит ответить благодарностью. «Thank you». Давайте послушаем еще раз. «You look wonderful». Вы великолепно выглядите. «Thank you». Спасибо. «You look wonderful». «Thank you». Или еще один пример. «Вы очень хорошо говорите по-английски». «Your English is very good». Спасибо. «Вы очень любезны». «Thank you». «You are very kind». Если вы пришли в гости и вам очень понравился дом или квартира хозяев, используйте следующую фразу для комплимента. Используйте следующую фразу для комплимента. «У вас очень славный дом». «You've got a nice house». «You've got a nice house». «You've got a nice flat». «You've got a nice flat». «Отреагируйте» «Отреагируйте на такой комплимент фразой». «Спасибо». «Рад, что вам нравится». «Thank you». «I'm glad you like it». «Thank you». «I'm glad you like it». Сделайте женщине комплимент. «Восхититесь ее платьем». Используйте для этого фразу «У вас восхитительное платье». «You've got a lovely dress». «You've got a lovely dress». «You've got a lovely dress». «Чувство восторга или восхищения» можно выразить и при помощи восклицательных предложений или восклицаний. Восклицания часто начинаются с местоимения «What?» «Какой?» «Что за?» «What?» Или наречия «How?» «Как?» «How?» Давайте научимся произносить такие предложения. Например, «Какой это большой дом?» «What a large house that is». «Какие они умные люди?» «What clever people there are». «Какие у нее прекрасные волосы». «What beautiful hair has she got?» «Какой прекрасный день». «What a lovely day». «Какая прекрасная погода». «Какая прекрасная погода». «What beautiful weather». «Как хорошо она поет». «How well she sings». «Как он умен». «How clever he is». «Как холодно». «How cold». «How cold it is». «How cold». «How cold it is». «Каждый из нас не раз бывал в ситуации, когда не знаешь, с чего начать разговор». «В таких ситуациях обычно начинают говорить о погоде». «Посмотрим, как можно это сделать по-английски». «Чудесная погода, правда?» «Nice weather, isn't it?» «Да, вы правы». «Yes, it is». «Nice weather, isn't it?» «Чудесная погода, правда?» «Да, вы правы». «Yes, it is». «Nice weather, isn't it?» «Yes, it is». «Ужасная погода, верно?» «Horrible weather, isn't it?» «Да, вы правы». «Yes, it is». А теперь перейдем к поздравлениям. Фразы поздравления, как правило, начинаются со слов «happy». «Happy», «счастливый», «счастливого». «Happy», «happy». И «mary», «mary», «mary». «Весёлый», «весёлого». «Mary», «mary». «Счастливого Нового года!» «С Новым годом!» «Happy New Year!» «Happy New Year!» «Счастливого дня рождения!» «С днём рождения!» «Happy birthday!» «Happy birthday!» «С юбилеем!» «Happy anniversary!» «Happy anniversary!» «С Пасхой!» «Happy Easter!» «Happy Easter!» «С Рождеством!» «Merry Christmas!» «Merry Christmas!» «Счастливого дня Святого Валентина!» «Happy Valentine's Day!» «Happy Valentine's Day!» «Весёлого Halloween!» «Merry Halloween!» «С днём матери!» «Happy Mother's Day!» «Happy Mother's Day!» «С днём благодарения!» «Happy Thanksgiving!» «Happy Thanksgiving!» «Happy Thanksgiving!» «Поздравления обычно сопровождаются пожеланиями». «Посмотрите, как это можно сделать!» «Наилучшие пожелания!» «Best wishes!» «Best wishes!» «Наилучшие пожелания на Новый год!» «Best wishes for the new year!» «Best wishes for the new year!» «Наилучшие пожелания на Рождество!» «Best wishes for Christmas!» «Best wishes for Christmas!» «Всего самого хорошего!» «Good wishes!» «Good wishes!» «Всего самого хорошего в Новом году!» «Good wishes for the new year!» «Good wishes for the new year!» «Удачи!» «Good luck!» «Good luck!» «Удачи в наступающем году!» «Good luck in the coming year!» «Good luck in the coming year!» «Или свои пожелания можно начать с фразы» «I wish you!» «Я желаю вам!» «Я желаю тебе!» «I wish you!» «Желаю вам больших успехов!» «Is this case?» «Я желаю вам больших успехов!» «Я желаю тебе счастья!» «I wish you!» Желаю вам всего наилучшего. I wish you the best of everything. Очень часто свои пожелания мы начинаем со слов от всей души, от всего сердца. По-английски это можно сказать так. От всей души, от всего сердца желаю. With all my heart, I wish you. Например, от всей души, от всего сердца желаю вам счастья и радости. With all my heart, I wish you happiness and joy. With all my heart, I wish you happiness and joy. На сегодня это вся информация. Надеюсь, что она вам понравилась. Если это так, то не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новую интересную и полезную информацию. Если у вас появились вопросы, оставляйте их в комментариях. Спасибо, удачи, до встречи. Thank you. Good luck.